Дима, она горит! Дим! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Друзья, сегодня мы с вами будем вызывать Барби Экзе. Да, вы знаете, что в Америке вышел новый фильм Барби. У нас его не показывают, к сожалению, но все же с помощью неких там всяких разных интересных порталов и сайтов мне все-таки удалось посмотреть этот фильм. И вы знаете, я была очень сильно удивлена, потому что многие американские блогеры начали снимать ужасы, происходящие после того, как они посмотрели или заказали в Макдональдсе Хэппи Милл настоящую Барби Экзе. То есть они купили Хэппи Милл Барби Экзе, друзья! И перед началом обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, которые будут выходить очень-очень часто. Внизу под этим видео кнопка подписаться красного цвета. Если она у тебя красная, то обязательно сделай ее серой, потому что в аналитике большинство подписчиков, а точнее моих зрителей смотрят меня без подписки на мой канал. А также, друзья, не забывайте подписываться на мой Телеграм, там вы все узнаете самыми первыми. Мы общаемся, кружочки, и моя личная жизнь, влог, подготовка к видео. В общем, очень-очень много интересного. А также мои любимые подписчики оставляют страшные истории, которые я также читаю на своем втором канале Королевы Мистики. Переходите в Телеграм, там вы все узнаете подробно. Ну, а мы начинаем. Друзья из Америки прислали мне хэппи милл, ребята. Хэппи милл. И знаете, он выглядит довольно-таки странно, потому что из него торчат ноги. И, скорее всего, это ноги Барби. Такого просто не может быть, ребята. Когда я получила эту посылку, я первым делом спросила у своих друзей, «А что вам в Макдональдсе так и дают хэппи милл с торчащими ногами от Барби?» Они сказали, что да, это действительно так, но я так думаю, что они меня пранканули или что-то. Но давайте вместе с вами прямо сейчас откроем этот хэппи милл из Макдональдса Барби. Хэппи милл. Что же там будет внутри готовое? С вас обязательно лайк и крутой комментарий под этим видео. Давайте на счет три. Три, два, раз. Так, открываем. Кстати, я забыла сказать, что меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Да. И, друзья, оцените, пожалуйста, от одного до десяти. И я старалась, я сделала для вас комнату ужасов, где самые ужасные, самые страшные куклы, которые только можно придумать. Они находятся все здесь, все здесь, в моем доме ужасов. Поэтому обязательно пиши, как тебе понравился этот дом. И вообще, стоит ли мне продолжать эту идею, потому что я хочу, чтобы он полностью, полностью по кругу был весь в проклятых куклах. Многие, кстати, куклы заказаны на сайте Даркнет и еще не разрезаны. Если вы найдете такие куклы, то обязательно напишите мне в комментариях и скажите, Ира, разрежь ту или иную игрушку. Вы знаете, что у меня на канале очень много видео, где я разрезаю проклятые игрушки, заказанные на запрещенном сайте Даркнет. Поэтому, если вам нравятся эти видео, обязательно пишите, какую проклятую игрушку мне заказать. А, возможно, она здесь есть, но еще не разрезана. Мы посмотрим, что там внутри, попробуем сделать из этой игрушки настоящую куклу Вуду. А что будет происходить дальше, никому не известно. Поэтому обязательно, обязательно вы должны быть подписаны на мой канал. Ладно, открываем Happy Meal McDonald's и смотрим. Достаем, ребята, Барби. О май гад. Это настоящая Барби. Это Барби. Но почему она голая? Нет, смотрите, на ней кажется какой-то прозрачный купальник, типа лифчик и трусы такой ребристый. Выглядит совершенно нормально, но ее волосы какие-то, я бы сказала, странные. А здесь вообще у нее лысина. То есть я не знала, что так Барби делает. Но самое интересное, то, что у этой куклы Барби двигаются руки. Посмотрите, у нее двигающиеся запястья. У нее сгибается в локтях рука. Ну, и обычное движение, как при всех куклах. Я, если честно, о такой кукле в детстве мечтала. И, кстати, напишите, ребята, у скольких моих подписчиков есть настоящие куклы Барби. Прям настоящие, не поддельные, а прям настоящие куклы Барби. Если у вас есть такие, обязательно напишите в комментариях, было бы круто узнать, у кого есть кукла Барби настоящая. Возможно, она проклята. Но, в общем, я не знаю, что будет происходить с этой куклой Барби, потому что сегодня мы обязательно, как вы видите, у меня доска для вызова духов. Мы обязательно проведем обряд и посмотрим. Пока посидит здесь Барби. Кстати, может быть, дадим ей какое-то имя. Посмотрите, как прикольно ее можно посадить. Руки такие на коленочке и сидит такая. Сейчас вот так поправим. А то у нас часы времени... О, заработали. Давайте же посмотрим, что еще внутри в Макдональдсе мне привезли из Америки. Господи, господи, кошмар какой. Кто-то сожрал весь Макдональдс, пока он ехал ко мне из Америки. Ребята, это полный трэш. Здесь пустая коробочка от Макдональдса без картошки фри. Но зато там есть соус, ребята, соус. Сырный соус, который, походу, уже протух, потому что ему как-то вообще... Он даже как-то попахивает странно. Окей, ладно, поставим пока это здесь. И пустой пакетик от гамбургера. Посмотрите, это когда-то был чикен Макдональдс. И кто-то его съел. Больше ничего мне. Фу, Дим, ну-ка посвяти. Остатки картошки фри. И салфетка. Салфетка Макдональдс. Сейчас в России это раритет. Салфетка Макдональдс. Ой, господи, какой кошмар. Так, покушать нам, в принципе, не удалось. Хотя можно взять вот этот вот кусочек. Вот этот вот кусочек картошечки. И макнуть его вот в этот сырок. Но я, пожалуй, не рискну. Поэтому, ребята, давайте-ка мы с вами попробуем посмотреть на самом ли деле кукла Барби из Хэппи Мил. Проклята. Для этого у нас и здесь с вами и есть доска для вызова духов. Сейчас мы пересадим нашу куклу. Ой, куда ты, Барби? По-моему, она уже живая. Вы знаете, кстати, можно считать какую-то информацию с предмета, если это действительно так. Я до сих пор не понимаю, почему эта кукла Барби раздетая. Возможно, ей нужно какую-то сшить игрушку. Ну, да ладно. Сейчас попробую что-то считать из нее. Информация не идет совсем. Нет, ребята, без доски духов нам не обойтись. Поэтому посмотрим, что нам расскажет проклятая кукла Барби, если она на самом деле проклята при помощи нашей доски Уиджи, вашей любимой доски для вызова духов. Так как планшетка у меня снова затерялась, перед вами проклятое зеркало, которое было в одном из моих видео. Ребята, я его разбила, потому что в нем появилась пиковая дама. Это магический атрибут, настоящий при всем при том. И если у вас под рукой не оказывается ничего, кстати говоря, меня один маг научил, что даже можно руки вот так вот сложить, и они самопроизвольно будут двигаться и показывать на ту букву и собирать то слово, которое скажет вам дух после того, как вы с ним свяжетесь. Итак, в данном случае у нас есть зеркало. Я не знаю, куда подевалась моя планшетка. Кстати говоря, последний Гуччи. Что происходит? Дим. Она какие-то голоса слышала. Я не знаю. Ради успокоилась. Погоди, погоди, погоди. Кто здесь? Ребята, очень странно, потому что сейчас очень темно на улице. И моя собака Гуччи залаяла. Я что-то слышу. Может быть, это все-таки кукла Барби что-то делает. Ладно, Дим, заходи, я закрою дверь. Слышите, слышите, ребят? Слышите? Я лучше закрою эту чертову дверь. От греха подальше. Так, Барби на месте. Кстати говоря, я думала, что это ее проказни. Возможно, она кого-то уже подзывает, ребята. Ладно, сейчас свяжемся с духами. Готово? Давайте все вместе. Вы помните? Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Погнали. Здесь кто-нибудь есть? Гуччи реально что-то чувствует. Собаку она всегда чувствует. Ребята, Гуччи чувствует. Кто-то здесь есть. Мы не знаем, что это за дух. Злой он или добрый. И связан ли он как-то с куклой Барби или нет. Давайте спросим этот дух. Точно, он точно здесь. Дух. Дух, ты здесь? Соседские собаки тоже завалят. Черт, Дима. Черт. Здесь какой-то дух. Он мне даже свечи раскидал. Так, отлично. Ты дух злой куклы Барби? Двигается, двигается. Дим, смотри. Смотри, он что-то пишет. Б. Смотри. А. Смотри, свечки. Че-то свечки. Барби. Он пишет Барби. Барби. Короче, ребята, здесь дух проклятый Барби. И походу он уже в этой кукле. И я так думаю, что мы его своим присутствием с Димой пугаем. Поэтому прямо сейчас мы оставим камеру здесь на столе. А сами с Димой спрячемся. Посмотрим. Может быть, она как-то будет двигаться или что-то будет происходить. Посмотрим, будет это что-то или не будет. Короче говоря, оставляем пока эту куклу здесь. А сами с Димой спрячемся за углом. Пойдем, кстати, проверим, как там Гуччи. Давайте пока подождем здесь. Посмотрим, будет что-то происходить или нет с этой куклой Барби. Дим? Что это за звук? Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Какой-то странный звук. Вы это слышите, ребят? Субтитры сделал DimaTorzok Какой-то звук. Дим, она горит! Дим! Быстрее! Черт! А, жесть, ребята, поглядите! Она горит! Она горит! Она реально горит! Блин, черт! Охренеть просто! Жесть! Ты это видел? Черт! У нее пол головы сгорело! Она реально проклята! Она реально проклята, ребят! Поглядите, у меня прям руки все трясутся! Гуччи это чувствует! Жесть! Просто что произошло? Походу, какой-то злой дух хотел, чтобы сгорели. И сгорела ее красота, я не знаю. Поглядите, что с ее руками. В общем, ребята, я скоро буду монтировать это видео, потому что по-любому здесь происходило какая-то нечисть, что-то с ней происходило, я не знаю, что. Поэтому мы вместе увидим, я буду монтировать, потом все обязательно покажу вам, ребята. Сейчас необходимо срочно попрощаться с этим духом, который поджег нашу куклу Барби. Дух, покинь этот мир! Прощай! Обязательно нужно прощаться после каждого сеанса. С вами была Королева Мистики. Всем пока!